Добрый вечер! Нил Амстрон, первый человек, вступив на Луну, сказал, что это маленький шаг для человека и огромный шаг для человечества. Ну что ж, наши участники уже сделали все возможные маленькие шаги, им осталось сделать только самый большой шаг. Шаг в победе в третьем сезоне интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Почти два месяца назад восемь команд вступили в бескомпромиссную борьбу за то, чтобы стать победителями третьего сезона интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». И вот сегодня финал, и вот сегодня мы наконец узнаем, чья же профессия достойна определения «Умнее не придумаешь». Какая же команда станет победителем? В какой же команде наш постоянный партнер, туристическая фирма «Смолянка» подарит сертификат на рождественские каникулы в красавице Праге? Наши чемпионы, не устаю это повторять в течение всего сезона, совершат незабываемую экскурсию по городу сказки, посетят Карловы Вары и насладятся рождественским ужином в пражском отеле. «Смолянка» отдыхайте там, где вас любят. И еще одну важную информацию я не устаю повторять в этом сезоне. Дело в том, что все команды, которые в нем участвовали, сформированы на основе заявок, которые подавались на сайт телекомпании СТВ. И вот сегодня две лучших команды, две самых удачливых, самых интеллектуальных команды этого третьего сезона находятся здесь, в нашей игровой студии, для того, чтобы сыграть в финал. Я с удовольствием их теперь уже не представляю, напоминаю и их названия, и имена участников. Итак, в синем углу интеллектуального ринга находится команда, которая называется «Культурологи» и представляет совершенно такую же профессию. Улыбнитесь, друзья, вы лицо нашей культуры. Противостоит им в красном углу нашего ринга «Луч света», так называется, команда, которая собрала, ну, производителей осветительных приборов. И несмотря на то, что большинство наших постоянных зрителей уже хорошо знает имена участников этих команд, наверняка у всех появились уже свои собственные фанаты, тем не менее, давайте по традиции попросим руководителей команд напомнить имена их участников. Артур представляет свою команду. Артем, как уже все догадались, Сергей, полевую руку от него, и далее Артем также. Сергей может догадывать желание, между двух Артемов стоит. Как говорят, значит, спортивный комментатор – коротко по составу. Хорошо. Но я думаю, что коротко по составу было бы неполным, если бы кто-то не согласился представить еще и Артура. Это буду я. Артур – капитан нашей команды, мастер хореографии и специалист по народным танцам. Вот смотрите, как люди начинают открываться к финалу. До этого-то он таился культуролог и культуролог, а мы думаем, и что он так, понимаете, про танц-то все знает. Ну, хорошо. Теперь Эдуард представляет своих участников, а точнее участниц. Спасибо. Добрый вечер. Представляю нашу команду. Можно сказать, на свет вашего маяка приплыл наш корабль. В составе Кристина, ну, можно назвать ее юнгой, поскольку самая юная в нашей команде. И в том числе и занимается вопросами по Минску и Минской области. Далее Ольга своего рода старпом корабля, занимается кадровыми вопросами. И далее Светлана, наш, можно сказать, боцман, специалист по материально-техническому снабжению. А какую же морскую профессию вы дадите Эдуарду, милые дамы? Что хочется сказать. Песня «Капитан, капитан, улыбнитесь» не про нашего капитана, потому что наш капитан – вечно улыбающийся Эдуард. Понятно. Очень серьезно улыбающийся человек. Ну что ж, друзья, давайте поаплодируем этим командам в знак нашего к ним благорасположения. И в знак того, что мы надеемся, что вне зависимости от того, кто из них сегодня победит, обе из этих команд покажут лучше, на что они способны. Меня зовут Михаил Марфин. Это интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». Его самый первый раунд под названием «Интеллект-старт». В течение ста секунд каждый из команд сможет ответить на максимальное количество вопросов из самых разных областей знания. Каждый правильный ответ даст возможность команде заработать одно очко, которое сегодня, очень важно, напоминаю, сегодня у нас финал. Итак, по жребию первым начинает команда «Луч света». Готовы? Готовы. Поехали. Кто сыграл Штирлица в фильме «Семнадцатого века»? Тихонов. Тихонов. Вячеслав, как называется, боязнь замкнутых пространств? Клаустрофобия. Верно. Назовите самое маленькое простое число. Единица. Два. Кто изобрел пенициллин? Далее. Александр Флеминг. Как назывался корабль, на котором плавала бабушка кота Матроскина? Дальше. Иван Федорович Крузенштерн. Сколько звезд изображено на флаге Евросоюза? Двенадцать. Двенадцать. Правильно. Что арабы считали затвердевшей росой, упавшей с небес? Снега. Янтарь. Какое царство живых организмов изучают микологи? Грибы. Грибы. Правильно. Столица Вьетнама? Каноэ. Ханой. Ханой. Правильно. Как называется пассажирский поезд класса люкс, курсирующий между Парижем и Стамбулом с 1883 года? Восточный экспресс. Верно. Какой барон известен каждому любителю олимпийских игр? Барон де Купертен. Верно. Пьер де Купертен. Назовите фамилию главного героя из приключений электроника. Фамилию? Сарашкин. Правильно. Погромче. Скажите по-голландски. Рулевое колесо? Штурвал. Штурвал. Правильно. В каком виде спорта добился успехов болгарин Веселин Топалов? Дальше. Шахматы. На монетах этой страны вы найдете ехидну, большого лирохвоста и утконоса. Правильно. Шпрех, шталмейстер. Это ведущий где? В театре. В цирке. Как назывался космический аппарат, поднявший Юрия Гагарина на околоземную орбиту? Восток. Восток один. Совершенно верно. В каком языке используется система письменности Хирогана? Японский. Японский. Правильно. Назовите химическую формулу веселящего газа. ЦО. Нет. Н2О. Закись азота. В каком городе родился Карл Маркс? Можно ответить. В три. Реверно. 20 вопросов. Это рекорд. Это рекорд сезона. 22 вопросов белозапные. На 13 из них получены правильные ответы. Отлично сыграла команда луч света. И я надеюсь, что, во всяком случае, попытается не хуже сыграть их соперник. Культурологи готовы? Так, точно. Поехали. Самый известный украинский танец? Капак. Правильно. В съемках какого фильма участвовали 230 щенков одной породы? Стодин Долматин. Правильно. Каким итальянским словом называют кровную месть? Вендетта. Вендетта. Правильно. Какой полководец по преданию разрубил Гордиев узел? Ирод. Александр Македонский. Где находятся моря изобилия, кризисов и спокойствия? На Луне. Правильно. Что служило дверным звонком у совы? Колокольчик. Хвост. Хвост и А, конечно. В 1972 году состоялась первая хоккейная суперсерия между этими сборными командами. Канада-СССР. Правильно. СССР. Команды... Да, Канада-СССР. Кто создал знаменитый трактат «Начало»? Аристотель. Эвклид. И спасение экипажа Челюскина и беспосадочный перелет Чкалов были совершены на самолетах этого авиаконструктора? Бас. Ан. Туполев. Какой город в СССР был третьим по количеству населения? Нижний Новгород. Киев. Кто написал роман над пропастью воржи? Селинджер. Селинджер, Джером, Дэвид. Какой пригород Лондона получил всемирную известность благодаря теннисному турниру? Вимблдон. Верно. Кто первым достиг Южного полюса? Амунсен. Правильно. А назовите человека, который опоздал на Южный полюс всего на 33 дня? Правильно. Какое популярное зарубежное блюдо готовят из печени гуся? Куфрага. Куфрага. Ну, двуглавый орел. Этот кубинец – третий чемпион мира по шахматам. Касабланка. Верно. Только Капабланка. Кто поведал нам историю одного города? Правильно. Прототипом какого известного героя стала игрушка, которая была у мальчика Кристофера? Винни-Пух. Винни-Пух. 19 вопросов было задано и 14 нашли правильные ответы. Друзья, это действительно финал. 13-14 на табло. Нам все говорит в этой студии, что нас ждет замечательная, интереснейшая игра, достойная называться финалом. Меня зовут Михаил Марфин, и это интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Второй раунд, который называется «Интеллектуальная азбука». Сейчас за моей спиной одно с другим будут появляться изображения, на которых зашифрованы слова на определенную букву алфавита. Вам придется эти изображения, как обычно, расшифровать. Ну, а ответить, как всегда, сможет тот, кто первым сможет нажать на кнопочку на своем игровом пульте. Сегодняшняя тема, которой будут объединены все изображения нашей интеллектуальной азбуки, называется «Средневековье». Итак, буква «А». Артур? Алая роза, символ Англии. Ну, не совсем Англии, Английской династии Ланкастеров. Да, Алая роза, совершенно верно. Война Аллой и Белой розы, как мы помним, была. Буква «Б». Ольга? Бомбардир? Ну, 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 где вы тут видите бомбардира? Ну, это на «Б». Ну, хорошо. Бомбарда. А, ну, что? Бомбарда. Ну, подождите. Вы уже сказали «бомбардир». Давайте, ну. Баллистика? Нет. Бомбарда, но, увы, не получаете вы очков. Это бомбарда, да. Действительно. Буква «В». Артем? Давайте попробуем слово «воины». Ну, «воины» как-то это слишком неконкретно. А что скажут ваши соперники? Викинги. Викинги, совершенно верно, Светлана. Викинги, конечно. Не просто воины, но викинги. А буква «Г»? Что нам принесет? Артур? Давайте попробуем «Грюнвальдская битва». Давайте попробуем, потому что это она и есть. «Грюнвальдская битва» в 1410 год. Буква «Д». Эдуард на это раз побеждает. Жанна Д'Арк. Жанна Д'Арк, совершенно верно. Буква «Е» на экране. Кто такой, Светлана? Епископ. Епископ, верно. Буква «Ж». Артур? Наверное, Жегемот, но вряд ли. Наверное, вряд ли, да. Наверное, Жегемот, но вряд ли. Все правильно. Да, а что на это попробуют ответить? Наши маяки. Теперь будем так называть лучше Света, да? Ну, кто-нибудь. Пусть Жорж будет. А? Кто будет? Жорж. Жорж. Друзья, вот в Прагу вы ехать собираетесь, а национального героя Чехии забыли. Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что это памятник как раз в Праге стоит. Конечно, это полковой национальный герой Чехии. Ян Жишко. Поехали дальше. Буква «З». Артем побеждает. Забрало. Забрало, совершенно верно. Следующая буква «И». Кто победил? Артур? Иван Грозный. Иван Грозный, совершенно верно. Буква «К» у нас дальше. И вновь Артур погорячился. Вновь Артур погорячился. Нет, я не знаю. Колумб. 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 Кристофор Колумб. Конечно. Конечно. Вы так сомневались. Я просто мог перепыта с Коперником. Есть еще вариант. Похож немного. Да они все что-то похожи в те времена. Буква «Л». Сергей? Ледовое побоище. Ледовое побоище, совершенно верно. Буква «М». Артур? Никола Макеавелли. Совершенно верно. Никола Макеавелли. Мрачный и великий. Буква «Н». Кристина? Ну понятно. Все время Артур отвечал. Надо было на кнопочку нажать. Отнять. А там уже дальше подумай. Так что тут на букву «Н»? Неполитанская. Что? Неполитанская провинция. Понятно. Так, пожалуйста, к соперникам обращаемся. Вы были в маленьком шаге от победы. А что это на самом деле? Неполитанская империя. Ага, а вы тоже в таком же маленьком шаге от победы действительно неаполитанская. Друзья, у неаполитанской никогда не было провинции, никогда не было империи. Было неаполитанское королевство. Вот это герб, соответственно, и территория неаполитанского королевства. Поехали дальше. О! Кто такой? О! Кристина рискует? Ну, Олег. Кто? Олег? Вещий Олег, да, имеется в виду? Нет, ну, я же сказал, рискует Кристина. Ну, а теперь это точно, друзья, не Олег. Кто еще на букву «О»? Можно, можно догадаться. Есть деталь, по которой совершенно однозначно определяется, кто там изображен. Друзья, ну, три секунды точно прошло. Если нет, то я блесну интеллектом. Будьте добры. Олегерт давайте попробуем. Хорошо. Друзья, посмотрите, что у него приторочено к седлу. Собачья голова. Да? Теперь понятно, кто это? На О. Это опричник. Буква П. Артем? Ну, пиратский флаг, пираты. Пираты, да. Поехали дальше. Буква Р. Артур? Рогволот. Ну, проще. Будьте проще, Артур. Ричард? Еще проще, друзья, надо. Это Рюрик. Слишком глубоко копнули, да? В общем, поехали дальше. Первое, что на Р приходит. Буква С. Ну, тут Артур, я думаю, не ошибется. Французск с Кариной. Совершенно верно. Буква Т. Сергей? Тевтонский рыцарь. Совершенно верно. Тевтонец. У. Светлана? Уния. А почему именно уния вот у вас ассоциировалась с этой картинкой? У меня с Ратушей ассоциируется. А, понятно. Ну, а у вас с чем это ассоциируется? Уже надо что-то говорить или говорить, что вы ничего не говорите? Университет. Правильно. Значит, правильно, это не университет. Правильно, что сказали университет, но это не университет. Это, друзья, вот после того, как вы съездите в Прагу, вот, обязательно поезжайте во Флоренцию. И вот когда вы побываете во Флоренции, вы никогда не перепутаете это здание ни с каким другим, потому что это один из самых знаменитых дворцов Флоренции и одна из самых знаменитых картинных галерей в мире. И надеюсь, что теперь многие из вас смогут вспомнить, что называется эта галерея Уфицы. Да? Находится она в одноименном дворце 16 века. Буква Ф. О, Боже! Вы друг друга испугали. Кристина, давайте. Фрегат. Фрегат, конечно, вам карты в руки, у вас сегодня морская тематика. Буква Х. Светлана. Хартия. Вообще Хартия. Где здесь Хартия? Где тут написано? Это Хартия, это же что-то такое, да, рукописный документ. Это воззвание, да, еще что-то в этом роде. Ну, господа, вы очень долго думаете, надо... Да, конечно. Университет же, был ответ, да, давайте. Холст. Масло. Значит, карандаш. Друзья, ну, Харуфь, конечно, это Харуфь. Браво, Светлана, хотя балл за это изображение не достается никому. Ну, у нас еще есть несколько изображений. Буква С. Судорожные телодвижения привели к победе Эдуарда. Что это? Это царь Пушка. Это царь Пушка, совершенно верно. Ну, а теперь буква Ч. Кто победил, Светлана? Случайно дернули. Ну, это храм Мексики. Ну, а как называется-то? Действительно, в Мексике. Ну, не знаете? Ну, хорошо, давайте спросим. Чеченица. Чеченица, совершенно верно. А в Мексике было правильно. Это памятник культуры майя, да? Буква Ш. Кристина победила. Шапка Мономаха. Шапка Мономаха, конечно. У Кристины дома таких две. Буква Э. Светлана? Это меч короля Артура. Э-э-эскалибур. Верно, блестяще. Спасибо. Ну, и еще две буковки. Буква Ю. Знаменитая мозаика. Светлана? Юлий Цезарь? Не-не-не-не-не-не-не. Попозже. Юлий Цезарь, извините, никогда не относился к средним векам. А это все-таки средневековый правитель. Ну, господа. Ребят, вы так советовали? Юлиан. 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 Юлия Долгорухи. Юлиан – это певец. Конца 20 века. Вот. А это средневековый император в Византии Юстиниан. Ну, и, наконец, разыгрываем последний балл в этом раунде. Буква «Я» на экране. Кристина? Ятаган. Ятаган. И это такое победное отход зарабатывает Кристина. Нам осталось только посмотреть на табло, для того, чтобы понять, с каким же счетом команды войдут в самый интересный раунд нашей игре, который нам предстоит. Итак, смотрим на табло. 21-25 счет, достойный финалистов, так же, как и в первом раунде. Что ж, еще раз аплодисменты нашим командам. И мы вступаем в самую интересную середину нашей игры. Меня зовут Михаил Марфин. И это третий раунд финала третьего сезона «Интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Третий раунд, который, как всегда, называется «Гвоздь программы». И понятно, что ради финала у нас сегодня будет не просто «Гвоздь», у нас будет всем «Гвоздям» «Гвоздь», если хотите. Одна из самых ярких звезд не только белорусской эстрады, но, я думаю, и русской, и российской, я имею в виду, и украинской, и вообще всего того, что называется нашим общим культурным пространством. Словом, дамы и господа, сегодня вопросы в третьем раунде задаёт Александр Солодуха. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Я с удовольствием предоставляю вам своё намоленное местечко. Вы полноправный ведущий этого раунда. Я только ваш помощник. Прошу. Спасибо огромное. А добрый день, уважаемые игроки. Добрый день, дорогие друзья. С праздником. С финалом. Спасибо. Да, да, да. У меня будет четыре вопроса. Замечательно. Одной команде, два другой. Итак, команда из города Лиды. Моряки? В душе. В душе, да. У меня к вам следующий вопрос. Я родился в Подмосковье, в селе Каменка, Загорского района. Теперь это город Сергиев Посад. У меня вопрос такой. В честь кого назван этот великий русский город в Подмосковье? Сергей Радонежский. Аплодисменты. Абсолютно правильно. Что ж, сокращает разрыв счета команды «Луч и свет», но сейчас у культурологов будет возможность отыграться, потому что следующий вопрос я прошу Александра задать уже этой команде первоначально. Если другое дело, если они неправильно ответят, то не говорите правильный ответ, мы у них тоже спросим. Но пока культурологи. Вперед. В одном из моих альбомов трек под названием «Тебе любимое» автором этой песни является известный российский автор-исполнитель, он же певец. Кто это? Итак, Стас Михайлов. Абсолютно верно. Браво. И этот вопрос в первой попытке нашел правильный ответ. Следующий вопрос у меня о команде, которая от меня справа. В 1982 году я имел честь закончить Минский государственный медицинский институт. 32 года назад я получил диплом врача, дал клятву Гиппократа. Этот вуз был основан в 1930 году у нас в стране. До 1930 года кому принадлежал этот вуз? Пора отвечать, Эдуард. Какому-то ведомству имеется в виду? Или же человеку, хозяину тут? Ведомству. Ведомству. Может быть, военным, Министерству обороны? Нет, ответ неправильный. Может быть, команда слева ответит. Академия наук. Ответ тоже неправильный. Это был медицинский факультет БГУ. Очень просто. Всего лишь, но ничего страшного. И еще один или еще два? Да, еще один вопрос. Еще один вопрос, пожалуйста. Финальный вопрос. Мой первый альбом был издан в 1996 году в Белоруссии, а в 2003 году в Москве, в России, он был вновь выпущен, но уже российской стороной. Как называлась первая пластинка? А что вы шепчетесь? Никто не подслушивает. Здравствуйте, же я милая. Абсолютно правильно. Так долго надо было, чтобы вспомнить эту песню. Я же говорю, никто бессмысленно подслушивать. Ну что ж, мы смотрим на табло и понимаем, что чуть укрепила свое преимущество не фатальным образом, но немного укрепила свое преимущество команда культурологов. Это интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». И у нас по-прежнему финал, разве что следующий раунд, который называется «Мой родный кут». Это означает, что и в финале я буду продолжать задавать индивидуальные вопросы по белорусской тематике, и каждый неправильный ответ будет приводить к выбыванию одного из членов команды, когда же ни одного игрока у одной из команд не останется. Вторая получит 5 баллов. А оставшиеся игроки этой команды разыграют еще один совершенно чудесный приз. Ну что ж, начнем. Начиная с уступающей пока команды, я задаю индивидуальный вопрос Светлане. В какой области находится городской поселок «Мир»? В Гродненской. В Гродненской. Вам хорошо это известно. Артем. Да. В какой области находится город Несвиш? В Минской. Здорово. Правильно. Никого мы сегодня никуда не переселяем, города не переносим. Пока. Ну тогда, Ольга, назовите первую женщину святую на территории Беларуси. Первая женщина святая на территории Беларуси. Ефросинья Полоцкая. Ефросинья Полоцкая. Ну, конечно, Ефросинья Полоцкая. Сергей, вопрос для вас. Как звали Полоцкую княжну, ставшую женой киевского князя Владимира? Рогнеда. Рогнеда, совершенно верно. Пока без потерь идем. Действительно достойный финал. Такого раунда у нас еще тоже не было. Такого четвертого раунда. Кристина. Я не хотел сглазить, поэтому отвечайте. Отвечайте правильно, пожалуйста. Как называлась операция по освобождению Беларуси от фашистских захватчиков? Операция... Багратион. Багратион, конечно. Браво, Кристина. Артем. В каком городе действовали подпольщики во главе с Константином Заслоновым? Ворше. Ворше, совершенно верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Что творят канавцы? И, наконец, слушайте, без потерь дошли уже до капитанов. Эдуард, какой праздник по-белорусски называется Велик День? Это Пасха. Это Пасха, совершенно верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и Артур, какой праздник также называли Сырница? Масленица. Масленица, совершенно верно. Это теный круг. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы прошли без потерь. Начинаем второй. Вопросов у нас много. Светлана, отгадайте загадку. Корова белая у Седровой поела. Снег. А что она дровы-то поела? Снег. Она. Снег, она. Моя. Снег у Седровой поела. Светлана, увы, вы становитесь первой жертвой белорусских загадок. Это печь. Артем, разминается. Так, что-то, что-то. Отгадайте загадку. Давайте. Все по-честному. На дворе горою, а у Хаци водою. Сугроб. Кто? Сугроб. Сугроб. Вот это сугроб. Вот это снег. Все правильно, да. А вот тут была печь. Ольга. Как звали командира, чей танк первым ворвался в Минск 3 июля 1944 года? Ну, может быть, но на самом деле это Дмитрий Фроликов. Это он не собрал. Не буду скрывать, что вопросы становятся все сложнее и сложнее в этом раунде. Да и я не без удовольствия, Сергей, задам вам следующий вопрос. Кто из белорусов считается прообразом памятника солдату-освободителю в берлинском Трептов-парке? Я, наверное, пасанул в этот раз. Ну, и ничего страшного, друзья. На самом деле, да, этот раунд хорош еще тем, что ты не просто, да, там радуешься за то, что кто-то что-то знает, а ты узнаешь что-то новое. Действительно полезно знать, да, что прообразом памятника солдату-освободителю в берлинском Трептов-парке одной из самых знаменитых, да, статуй в Европе является белорус, которого звали Трифон Лукьянович. Ну вот, первая потеря есть и у культурологов. Следующий вопрос я задаю Кристине. Какое растение изображено на гербе Белорусского государственного университета? Папоротник. Папоротник, совершенно верно. Браво, Кристина. Артем, имя какого писателя носил педагогический университет имени Максима Танка до 1993 года? Кондрата Карпивы. А вот и нет, Максима Горького. Артем присоединяется к Сергею, двое на двое уже играют. И сейчас вопрос к Эдуарду. Какой древнегреческий ученый впервые упомянул Беловежскую пущу? Ну, вы же знаете теорию игры в подобной ситуации. Вспоминаем древнегреческого ученого, который в принципе... Много приходится. Ну, может, Архимед? Ну, вот Архимеду-то что упоминать Беловежскую пущу? Что, что оно там выпирает из какого моря там у него Архимеда? Какая спираль там Архимеда? Еще что? Нет, это Геродот, историк. Да, то есть, это было уже тогда... Уже тогда было известное место и известный лесной массив. Одна Кристина остается против двоих участников команды культурологи. Задаю вопрос Артуру, капитану. Как называется правительственная резиденция, где в 1991 году были подписаны Беловежские соглашения? Ну, ничего страшного. Говорите что-нибудь или... Давайте просто Белорусская пуща. Действительно. Вискули. Ну, Вискули, да. Они назывались Вискули, вот Эдуард знал, но ему этот вопрос поэтому-то и не достался. Вискули. Один на один боремся. Кристина против Артема. Битва гигантов. Держись. Кристина, в каком городе можно увидеть три памятника Бобру? В Бобруйске. В Бобруйске, верно. Артем, не уверен, что вам достанется столь же... Очевидный? Ну, не очевидный, столь же сложный вопрос, скажем так. Кто автор строк «От прадеда успокон веков мне досталась Аспадчина»? Давайте... Простите, Валентина Васильевна, если что, но попробуем ткнуть в Янку Купалу. А Валентина Васильевна это кто? Моя учительница белорусская кайфа. Я понял, вы замечательно ткнули. Вот очень... Валентина Васильевна, поздравляю вас. Это Янка Купала. Браво, Артем. Продолжаем. Кристина. Кто является создателем первого белорусского профессионального театра? Сейчас, сейчас. Дунин Мартинкевич. Нет, нет, нет. Нет, увы, нет. Игнат Буйницкий это был. И, друзья, мы поздравляем. Артема, он одновременно вот так вот первосильно мы вас поздравляем, потому что Артем, во-первых, вывел вперед свою команду на пять очков. А во-вторых, и мы видим на табло, что он укрепил ее преимущество перед очень важным последним раундом. Укрепил не фатально, но очень серьезно. Но, кроме всего прочего, Артем, как последний оставшийся игрок из двух команд, получает замечательный приз этого раунда вот это вот потрясающее печатное издание под названием «Беларусь». И мы надеемся, что после того, как вы его внимательно изучите, у вас вообще никаких белых пятен в этом отношении не останется. Еще раз аплодисменты. Еще раз аплодисменты Артему и его учительнице беларуського языка. Ну что ж, друзья, разрыв приличный, но не фатальный, и устремляемся в последний раунд финала. Интеллект-шоу «Мне не придумаешь». Это финальная битва, это последний раунд финала третьего сезона нашего интеллектуального шоу. И в полном, в максимальном напряжении застыли команды, которые сейчас будут решать и судьбу главного приза, и судьбу вот этого самого почета и уважения, которое заложено в нашей игре. Кто же из них представляет профессию, о которой теперь все будут говорить «умнее не придумаешь». Ну что, у нас есть четыре вопроса, как всегда, в финальной битве, и у нас есть удача, которая может помочь той или иной команде очень сильно помочь победить. Удача — это визуализировано, если хотите, в виде генератора случайных чисел, который, собственно, с помощью кнопочек, которые капитаны будут нажимать на своих игровых пультов, будут выбрасывать числа. Числа, которые будут равны количеству баллов, которые команда получит в случае правильного ответа. Ну что ж, начинаю с уступающей, пока команды пытает счастье ее руководитель Эдуард, нажимая на кнопочку, и четыре балла. Неплохо. Выше только пять и звездочка, которая позволяет заработать в два раза больше соперников. Прошу, Артур. Три. Четыре больше трех, и поэтому я в первую очередь направляю свой первый вопрос в этом раунде в сторону команды «Луч света». Внимание. В первые годы 21 века в Афинах и вокруг города резко увеличилось количество археологических находок. Правда, все они были незапланированными. По окончании какого события количество находок вернулось в норму? Итак, мы предполагаем, что в этот период началось активное строительство метро в Афинах, и в процессе которого количество этих находок увеличилось. Возникает встречный вопрос. А что вдруг в начале 21 века именно в Афинах началось вдруг строительство метро? Ну, мне кажется, по-моему, в Афинах метро нет. Могу ошибаться, но мне кажется, что нет в Афинах метро. Уж больно там пересеченная местность. Понимаете? Хотя в Лозане тоже пересеченная местность, а метро есть. Но неважно. Важно, что это неправильный ответ. К сожалению, и три балла есть возможность заработать у культурологов. Возможно, по причине того, что в это время проводились летние олимпийские игры. Совершенно верно. Конечно, это были юбилейные олимпийские игры. Первые в 21 веке. Да, и три балла зарабатывает, еще три балла зарабатывают культурологи. Ну что ж, продолжаем пытать счастье. Пытаться договориться с генератором случайных чисел. Эдуард, звездочка! Скромненько, четыре. Но восемь баллов. Восемь баллов вы получите. Уважаемая команда «Луч света», если ответите на следующий вопрос. На гербе одного из крупных городов Германии изображен монах. Назовите федеральную землю, столицей которой является этот город. Пора. Первое, что пришло на ум, это Бавария. Вам совершенно правильно первое, что пришло на ум. восемь баллов. Ну и вот, да и вот уже становится интересней, потому что шесть баллов разницы практически дает возможность, ну, очень вероятную возможность нагнать своих соперников в течение двух оставшихся вопросов. Итак, Эдуард, пока вы проигрываете, поэтому вы вновь пытаетесь счастье первым. Можно только догадываться, какие молитвы при отношении к генератору случайных чисел сейчас проносились в голове у Эдуарда, а теперь у Артура. И Артур спокойно так вышибает, как, я бы сказал, флегматично выиграл звездочку нехотя. Четыре балла вы получите, уважаемые культурологи, в случае правильного ответа на следующий вопрос. В одной из стран Азии проводится аналог кинопремии Оскар. В качестве приза победители получают бронзовую статуэтку, которая называется «Леди в черном». что делает женщина, изображенная на статуэтке? Парад, джентльмены. Что она делает? Она танцует. А почему? Потому что в паранже восточные танцы. Ну, в общем, вот это тот редкий случай, когда логика не совсем верная, но ответ правильный. Леди действительно танцует, но танцует она не потому, что у вас леди в паранже ассоциируется с танцующей леди. Дело в том, что, ну, конечно, конечно, это индийская премия Filmfare Awards, которая является аналогом Оскара в знаменитом Болливуде, который, как известно, так сказать, по сравнению с Голливудом, да, выпускает в три раза больше фильмов. Вот, и, понятное дело, аплодисменты, друзья, аплодисменты в команде культурологи, которые восстанавливают преимущество. Но вот что, вот что удивительно, 10 баллов сейчас разделяют команды, и мы не можем еще объявить победителя. А это вопрос последний, да? А у нас остался последний вопрос, но, тем не менее, формально разрыв в 10 баллов можно ликвидировать за один вопрос. И вот она, интрига, какой я еще в истории нашей игры не припомню. Эдуард. Ну вот, теперь можно поздравить победителей. Но это промежуточный. То есть, на самом деле, этот вопрос мы разыгрываем из любви к искусству, что, в общем, как правило, мы и делаем в конце этого раунда. Радостные, уже такие расслабленные немножко культурологи во главе дружно нажимают на педаль. Ну, давай уже. Давай! Что там, Артур? Три. Все-таки, все-таки команда луч света получает возможность первой ответить на последний вопрос и заработать четыре балла. В Древнем Риме существовал обычай во время свадебной церемонии осыпать молодоженов сладостями. В средневековой Италии традиция немного изменилась. Как называлось то, чем стали осыпать молодых в средневековой Италии? Ответ конфетти. Друзья, в древности действительно осыпали в основном конфетами, ну, а в средние века времена были построже, конфеты кончились, осыпать стали бумагой, но название сохранили. Это правильный ответ. Это замечательный финал нашего финала. И, пожалуйста, аплодисменты, аплодисменты обеим командам, которые сыграли замечательную игру. И сейчас мы еще долго будем аплодировать этим командам и не только, потому что мы приступаем к самой торжественной части финальной игры, к награждениям. Это финал, финал финала интеллект-шоу «Умнее не придумаешь» третьего сезона. Я хочу напомнить, что в самом начале нашего сезона я говорил, что призов будет больше, конкурсов будет больше, призов будет больше. И тогда я упоминал, что одним из новых призов, учрежденных телекомпанией СТВ, станет приз за самое большое количество очков, набранных командой во время игры. Ну и вот, наверное, это вполне закономерно, что ни одна из команд финалистов в финале максимальное количество баллов не набрала. Наверное, сказалось волнение финала. Они поднялись почти, почти до максимальной отметки. Тем не менее, эту максимальную отметку в 45 баллов показала команда «Мозгобойцы». И мы приглашаем руководителя этой команды Александр, пожалуйста, вас поздравляем. 45 баллов набрала эта команда и мы приглашаем награждающих от имени канала СТВ. вы получаете электронные книги. Каждый участник вашей команды получает электронные книги. Мы надеемся, что это позволит вам стать еще более начитанными и в следующий раз, когда вы вернетесь в нашу игру с помощью сайта телеканала СТВ, вы просто уже окончательно поразите нас. Ну, какой-то там будет 58 баллов. То есть, вопросов-то столько не было, вы все равно набрали. Ура! Наши аплочем еще раз. Впечатление. Ну и, наконец, самый торжественный момент нашей торжественной части для церемонии награждения я с удовольствием приглашаю сюда в игровую студию наших постоянных партнеров, представителей компании Смолянка. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы представители турфирмы Смолянка. Рады приветствовать вас и поздравляем вас с финалом интеллект-шоу «Умнее не придумаешь» с Михаилом Марфиным. Спасибо. Вот уже на протяжении двух сезонов мы поддерживаем всех участников этой программы. А также на протяжении 15 лет мы организовываем туры в Черногорию и предлагаем экскурсионные программы в другие страны Европы, такие как, например, Чехия. И поэтому сегодня у нас для вас есть несколько подарков. Компания «Смолянка» решила учредить специальный приз для команды, которая заняла второе место 50-процентная скидка на рождественский тур «Фрагу». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 фирмы «Смолянка». Наши чемпионы, напоминаю, совершат незабываемую экскурсию по городу сказки, посетят Карловы бары и насладятся рождественским ужином в замечательном пражском отеле. «Смолянка»! Отдыхайте там, где вас любят! АПЛОДИСМЕНТЫ Но это еще не все. У нас еще есть один подарок. Мы хотели бы все-таки поблагодарить нашего ведущего, гостя нашей страны, Михаила Марфина. Сегодня специальным рейсом из самой Черногории привезли некоторые национальные сувениры. С ума сойти! Это шапочка черногорская и настоящее черногорское вино. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Ну, если специальным рейсом привезли, я прям специальным рейсом сейчас туда же и улечу. Спасибо! Ну что ж, вот, собственно, и все. В третьем сезоне интеллект-шоу «Умнее не придумаешь» делало все свои шаги. И маленькие, и большие. Осталось теперь сделать только следующий шаг. Может быть, самый маленький, а может быть, и самый большой в нашем шоу. Это шаг в следующий сезон! Следующий сезон интеллект-шоу «Умнее не придумаешь!» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ